ну посмотрите какая красота друзья у меня все цветет махровая герань это же просто великолепие и снова всем здравствуйте друзья приветствую всех на своем канале я сегодня с вами еду в шанклин это город на побережье ла-манша очень красивый в котором множество отелей красивых видов в общем хочу с вами погулять там по набережной показать вам еще одно очень красивое место ну и конечно же мы с вами поговорим обо всем сегодня у нас вторник 9 июня и погода в англии испортилась вот та жара которая вдруг пришла неожиданно и неделю назад стояли у нас очень теплые дни плюс 27 я даже купалась как вы видели ну и все испортилось пошли дожди начались ветры и сегодня у нас плюс 17 обещают плюс 19 к середине дня так что друзья английская погода снова вернулась но я сегодня хочу с вами поговорить рассказать вам опять кое-какие случаи своей жизни ну и также показать и рассказать то что мы на самом деле увидим на экране есть много красивых интересных мест но вот вы знаете кстати так интересно что иногда мне хочется рассказать вам какую-то интересную историю и я опять же привожу вас в какое-то красивое место смотрю вокруг и хочется мне вам рассказать и о том что вокруг и я не знаю как тут лучше быть вот наверное какие-то все-таки длинные истории лучше рассказывать в лесу вот это уж точно там никто не отвлекает и можно только говорить о том о чем действительно хочешь рассказать ну да ладно как пойдет так пойдет давайте мое короткое вступление на этом заканчивается будем смотреть видео то что у меня получилось иду по улице и вдруг смотрю вот такой вот огромный рыжий котяра и похоже что он здесь местный он ходил тут везде пока я снимала видео заглядывал в те же самые дома в которые смотрела я потом я подошла к нему поближе захотела познакомиться но он что-то так повел себя очень гордо посмотрите какой красавчик у него еще и ошейник там ну кот домашний замечательный и вы знаете потом я уже поехала стала отъезжать и вдруг смотрю этот кот через дорогу знаете задрав хвост так медленно переходит и впереди меня там едут машины все стали тормозить останавливаться смотреть на него как же это он тут бедненький вдруг кто задавит и вы знаете я вспомнила еще одну историю хочу вам ее сейчас рассказать и даже нашла фотографии потому что без этих фотографий вы меня наверное тоже не поймете решите что я выдумываю мы как-то ехали с мужем там по большой земле кстати недалеко от лондона пригород какой-то обычная трасса и вдруг такая пробка огромная мы смотрим что такое почему пробка остановились ждем-ждем я смотрю все почему-то выскакивают из машин с фотоаппаратами с мобильниками бегут куда-то в сторону все туда но и я конечно же тоже пошла тогда я еще видео не снимала к сожалению был только у меня вот такой фотоаппарат и я подхожу поближе и что вы думаете я вижу картина огромная стада оленей пятнистых оленей такие красавчики я сделала несколько вот таких вот фотографий они ходили гуляли просто вдоль дороги и люди все фотографировали так были рады англичане никто никуда не торопился вы знаете и эта пробка стояла минут десять и все буквально были в восторге от этих олешек а почему была пробка потому что они переходили через эту дорогу ну и кто-то один остановился потом они уже давно через дорогу перешли но тем не менее интересы к ним был огромный и все хотели посмотреть сфотографировать вот такая вот была интересная история и при том больше я уже конечно таких олешков пятнистых никогда не видела но этот шедевр он у меня остался на фотографиях конечно же наверное это был какой-то национальный парк английский в пригороде лондона которых здесь очень много но факт остается фактом олешки просто ходили свободно везде передвигались и вот люди устроили пробку только для того чтобы их пропускать и смотреть и наслаждаться иногда об одни и те же места возвращаясь вновь и вновь настолько здесь красиво и цветы постоянно разные цветут сейчас вот уже розы кругом всех цветов всех оттенков я наверное все таки тоже посажу себе куст ростом возле входной двери вот крайне редко можно встретить пожалуй только здесь я вижу вот эти вот гвоздики красные гвоздики очень красивые конечно цветы но у меня с ними ассоциация друзья вообще смешная у меня день рождения в январе как вы знаете цветов практически никогда не было в январе это потом уже стали появляться цветы круглый год в продаже а вот когда я была молодой цветов не было и были зимой только гвоздики красные гвоздики и мне если приносили кто-то цветы на день рождения то это были красные гвоздики я потом даже сказала я наверное революционерка что мне все красные гвоздики то несете ну хохотали по этому поводу я как-то к этим цветам не очень хорошо отношусь скажем так они мне поднадоели но вот спустя какое-то время даже интересно а здесь похоже живет какой-то любитель гвоздик потому что вот еще другой сорт гвоздик и вот даже кустики белой гвоздички что вот это за цветы я не знаю я думала это жасмин но жасмин ведь пахучий а эти цветы они практически не пахнут вот эти тоже интересные цветочки точно кто-то большой любитель гвоздик и даже розовые вон а как впервые вижу как-то здесь тоже гвоздики не очень высаживают не знаю почему а это рожа по моему огромный куст а цветы какие-то у него мелковатые идем дальше и я хочу еще раз вам показать вот этот вот отель я уже вам его зимой показывала как-то но сейчас он выглядит совсем по-другому именно обращала ваше внимание на то что этот отель он очень красивый когда он вот именно летом стоит заросший весь плющом посмотрите вот эти корпуса которые принадлежат этому отелю они буквально все полностью увиты плющом показываю поближе как это выглядит выглядит красиво или нет это уже судить вам и наверное каждому свое тут мне кажется что очень оригинально не мешает ни входу ни окнам все здесь они аккуратненько подрезают чтобы окна не загораживал и на балкон чтобы это все не залезало вот этот вот красивейший плющ и этот отель мне кажется он именно привлекает вот таким вот своим необычным видом идем дальше и еще покажу вам несколько отелей в шанклине вообще вот видите закрыт отель розбери показываю его вам со всех сторон пустынно отели закрыты посетителей посетителей нет коронавирус вообще шанклин конечно славится именно тем что в нем любят отдыхать туристы и отелей просто на каждом шагу вот все что я вам сейчас показываю все эти дома это именно отели и вы знаете им помогает государство и поэтому эти отели они как-то в общем-то я думаю выживут я взяла даже интервью у одного из хозяев маленького отеля ну наверное это будет уже я вам покажу в следующем видео потому что там надо накладывать субтитры перевод в этом видео у нас не получится просто показываю вам как выглядят вот эти вот закрытые отели в Англии именно сейчас ну вот я как раз сейчас подошла к этому отелю и его хозяина сейчас вам немножко покажу и обещаю что обязательно я покажу вам с субтитрами с переводом вот мой разговор с хозяином вот этого вот отеля друзья думаю что для вас будет интересно на этом я сейчас свое видео заканчиваю всего вам доброго увидимся пока-пока я не знаю я я не знаю я не знаю я не знаю я что это я не знаю я не знаю не знаю